Приветствую, уважаемые! Ну что ж, компания Sony в очередной раз мне прислала аудио ништячки на посмотреть, на послушать, если быть даже точным. И сегодня я вам расскажу про такую странную штуку, как саундбар. Вот он состоит из непосредственно саундбара, то есть такой вот длинной вытянутой коробки и комплектного беспроводного сабвуфера. Значит, штука подразумевается как замена акустики телевизора, улучшалка звука от телевизора G, от вашего музыкального какого-то центра, аудио-видео, вот это и все настройки. Но, тем не менее, все не так просто. Да, кстати, называется эта штука, как и все у Sony в последнее время совершенно безумным сочетанием цифр букв, это HT-MT301. Я даже специально прочитал по его мануалу, потому что запомнить это в здравом уме невозможно, да и, наверное, смысла не имеет. Значит, сам саундбар. Вот такой не очень длинный брусок, если так можно выразиться. Спереди выход звука, сзади контакты разъемы, сверху управляющие элементы. Значит, здесь все сделано из пластика, да, это пластиковый корпус, соответственно, это все-таки не такое не топовое решение, где все может зависеть еще от самого материала корпуса, да, вибрации корпуса. Здесь все-таки такое типа бюджетное решение, хотя это типа бюджетное где-то в районе 20 тысяч даже можно найти, можно найти и за 15 тысяч. Ну, ориентируйтесь так примерно между двумя огнями. То, что он не очень длинный, это момент такой специфичный, потому что на определенном расстоянии от телевизора, там метр два с половиной, например, уже стереопанорама начинает болтаться. То есть вы уже прекращаете понимать, где там конкретно право-лево, а видите некий такой средний канал справа и средний канал слева. То есть все-таки, если у вас большой телевизор, вы сидите далеко или у вас, допустим, проектор висит над башкой, то отдельная акустика будет, в общем, правильнее. Да, вы больше будете понимать, где справа, что происходит, где слева. Сверху есть управляющие элементы. Значит, управляющие элементы это сенсорные такие вот клавишки, которые позволяют вам включать-выключать, соответственно, дальше регулятор громкости, включение блютуса, смена, скажем так, входов, да, и все. Здесь область действия NFC-метки. Ну, надпись Sony и бумажка. Значит, управляются совершенно спокойно, даже легкими касаниями пальца. Здесь вот к Sony вообще никаких претензий нет, все очень здорово, все очень логично. Может быть, конечно, было бы удобнее, интуитивнее управлять нажатием на механическую клавишу, но что сделали, то сделали. То есть, да, может быть, не совсем мне это привычно, но все равно все работает замечательно. Вот под этой частью, здесь вот под решеткой, есть такие маленькие мигалки, которые показывают, собственно говоря, переключение входов и режимов работы. Да, кстати, ребята, которые работают с компанией Sony PR-щики, мне второй раз прислали неполный комплект на обзор, то есть, первый раз у них не было тупо блока питания, второй раз они мне не прислали пульт и утверждают, что пульта в комплекте нету. Пульт в комплекте быть должен, с помощью него много чего настраивается и управляется, поэтому буду рассказывать только то, что я смог послушать без использования пульта, без специфических настроек. Вот здесь, например, есть настройка Movie & Music, я ее не мог включить без родного пульта, но вот так вот, в общем, все вопросы туда. Сзади, значит, сзади у нас есть вход под USB, USB-шный вход понимает спокойно всякие флешечные файлы музыку, но опять же, так как у меня нет пульта, то переходить по этим файлам я не могу, это плохо. Разъем питания здесь специфичный, типичный для Sony такое вот коаксиальное решение. Да, блок питания терять не рекомендуется от слова совсем, потому что он нетипичный, тут 19,5 вольт, опять же, да, разъем. Все-таки штука уникальная и опять же, мы приходим к тому моменту, к тому пониманию, что компания Sony пытается всех подсадить, как и Apple, на свои какие-то проприетарные истории. Неприятный момент, да, причем вот у сабвуфера, например, кабель, вот он встроенный, обычный кабель, то есть не надо ничего делать. Здесь почему-то не встроили. Есть аналоговый вход, то есть 3,5 мм под углом и цифра оптика. Есть сразу в этом деле неприятный момент, который я сразу понял, когда включил это дело к телевизору. Смотрите, оптика немножко под углом, и если вы включаете питание и оптику, особенно если там какой-то коннектор не совсем дохненький, а такой получше, поприличнее кабель, то они начинают перекрещиваться. То есть как бы вот так вот они стоят, да, и начинают друг другу мешать. Блин, это как-то непродумано немножко. Да, с одной стороны это уменьшает толщину, то есть вы можете вообще близко-близко поставить к телевизору. Ну, если у вас есть ножка, то можно туда прям под ножку запихать, ничего кабеля не будет видно. Но решение не очень, с моей точки зрения, удобное, потому что пришлось как-то изгибаться, подключаться и так далее и тому подобное. Это неправильно, с моей точки зрения. Сабвуфер, сабвуфер, вот такая вот балалающая, огромная. Сзади только две кнопки, это включение-выключение и кнопка сопряжения, но зато, как я и говорил, вот встроенный кабель. Значит, выход основной у драйвера и фазоинвертор. Значит, подразумевается, что вы можете его ставить вот так вот и класть. Для этого есть комплектные резиновые ножки. То есть, кладете их туда, куда-нибудь засовываете под диван и слушаете. Причем, самое смешное, в инструкции написано, что на пульте, если нажать одну из кнопок и подержать ее 5 секунд, включится режим под диваном. То есть, специально как-то там все перенастраивается. Таким образом, вы экономите место, дизайн вашего телевизора не страдает сильно. То есть, кабели можно заправить за телевизор, за тумбу, а сабвуфер вам не мешается. В принципе, особенно сабвуфер такова, что его можно размещать в любой точке комнаты, так как локализация звуков ниже определенных частот ухом не производится. То есть, ему пофигу, откуда басить, говоря простым человеческим языком. Поэтому, можете его засунуть под диван или поставить куда-нибудь сбоку, чтобы он не мешался. Главное, не перекрывать, естественно, основные выходы. То есть, вот этот передний фазоинвертор. Теперь по звуку, ну, точнее, по тому варианту звука, который я услышал. Там есть по умолчанию надстройки еще две. Это улучшалка Clear Audio Plus, типичная для Sony. И режим Movie и Music. Значит, есть Movie, соответственно, под кинцо. Music под, соответственно, прослушивание музыки. Есть еще Voice, который позволяет улучшить вот эту читаемость диалогов, да, то есть, центральный канал. И есть еще история под названием Ночь. То есть, вы можете понизить максимально громкость, но при этом читаемость диалогов, да, и разборчивость звука будет максимально возможной при данном уровне громкости. Опять же, да, мне не прислали пульт, я ничего не могу с этим сделать. Я подключал его к Bluetooth, я подключал его к разным источникам Bluetooth, я подключал его по оптике, я подключал его по аналогу. Наслушался всякого, что могу сказать. Значит, по Bluetooth интересный момент. Вот почему-то с мобильниками он как-то плохо работает. То есть, есть какие-то перерывы, обрывы, лаги, проваливаются куски, как пакетов по Bluetooth. Поэтому звучание, ну, совсем такое странное. Причем я не могу сказать, что вот это вот, допустим, свалить на какую-нибудь тестовую там машинку свою, да. Я взял несколько телефонов разных контор, разных производителей на разном андроиде, соответственно, поновее и постарее. И как бы, ну, все не гладко совсем. Лучше всего он почему-то сработал с маком, с маковским Bluetooth. Макбукер, он дал совершенно стабильное соединение, все замечательно заработало. Я не говорю, что там Bluetooth плохой, но, как бы, необычное такое ощущение. Причем с тем же самыми телефонами, вот, другие устройства от Sony, там, Bluetooth наушники, совершенно нормально подружились и не имели никаких проблем. Все, теперь по звуку. Значит, звук, конечно же, будет отличаться от встроенного ваш телевизора. Но тут тоже не все просто. Значит, если телевизор относительно старый, то звук будет поинтереснее, получше. В том числе и в первую очередь за счет низкочастотной составляющей сабвуфера. То есть сабвуфер дает бухание. Бухание можно настраивать, как я понял, соответственно, на пульте. Там есть отдельный регулятор громкости. Но, опять же, спасибо компании, которая не прислала. В принципе, это интересно. По серединке. Серединка какая-то немножко подпроваленная, если честно. То есть у меня, вот, я пробовал на нескольких телевизорах. У меня телевизор большой, топовый LG какого-то там типа 13-12 года был еще там лысого. И вот у него серединка лучше прописана, например. Здесь вот как-то все поджато, так плотненько. Верх очень зажат. То есть в ВЧ диапазон, он такой вот суховатый, подсвистывающий очень сильно. Если вы слушаете музыку, да, вот такой вот постоянно будет вас преследовать, как бы, дух каких-то сибилянтов. Ну, в общем, звучит специфично. И очень сильно зависит от материала. То есть если материал более басовитый, более глухой, то он, конечно, будет лучше звучать. Более сочно, более насыщенно. Опять же, я не могу не отключить какой-то режим, не включить какой-то режим ввиду отсутствия возможности. Но, как сказать, история не про музыку. То есть если вы слушаете музыку, музыкальные клипы, музыкальные фильмы, то вам, ну, скажем, мне не понравилось. Да, как-то плоско, примитивненько, неинтересненько. По блютузу смартфонов звучит, но, черт, я лучше поставлю, например, вот колонку. Есть у меня такая одна из любимых основных колонок. Это Boo Soundlink Mini 2. Вот у него такой плотненький, насыщенный звук. Такой окрашенный, сочный, густой. Середина хорошая, нижняя середина такая неплохая для блютуз колонки одной. А здесь этого нету, да, здесь как-то все так жиденько. То есть если смотреть на не очень хороших встроенных колонках телека, то, конечно, вы почувствуете, поймете разницу. Если вы, ну, и вы получите вот этот самый низ, который нереализуем на тонком телеке. Если вы не хотите заморачиваться на, скажем так, дополнительные какие-то колонки, то это тоже хороший выбор, потому что можно поставить два агрегата, а не там три агрегата или четыре агрегата, и потом что-то с этим делать. Да, то есть это просто экономит место. Но, опять же, есть ограничения. По итогу, ну, черт, за 20 тысяч, по-моему, это круто слишком для этого. Да и за пятнашку, я думаю, что не очень. Честно говоря, я бы, может быть, взял бы какие-нибудь две стереоколонки блютузовские, поставил бы рядом или купил бы какую-нибудь недорогую сборку обычную кабельную и то же самое бы поставил вокруг телека. Да, это, может быть, выглядело бы не так эстетично, не так вот гламурненько, скажем так, минималистично, но это, может быть, дало бы более ровный, более правильный звук. Да, я не знаю, с чем связаны проблемы с блютузом. Я не очень оценил звучание и, ну, все остальное я тоже не могу сказать. Опять же, спасибо в который раз отсутствию пультика. Вот такой странный выбор. Как бы, стоит ли покупать, ну, тут смотрите сами, то есть, если у вас есть привычка слушать продукцию Sony в бытовом сегменте, причем недорогом с точки зрения Sony, то вы примерно то же самое и получите. То есть, есть бас, но он такой более мягкий, всегда более обволакивающий, менее акцентированный. Вот то же самое здесь и будет. Если вы не привыкли, если вы хотите что-то большее, ну, блин, не знаю, посмотрите, от того же Sony что-то более серьезное. То есть, это такая вот штука-начинашка для какого-то даже, может быть, монитора большого или совсем простого с точки зрения звука телевизора, который вроде как его улучшает, но все равно не дает ощущения вот этого звукового кайфа. Ну, как бы, Sony и Sony. Не знаю, честно говоря, мне даже жалко компанию Sony. То есть, я вроде бы как бы и хочу рассказать хорошо-то вот про компанию. У меня нет к ней негатива, да. Я не могу сказать, что компания Sony идиоты делают говно. Нет, они, черт, они очень много сделали в звуке. Они дали очень много этому миру и в звуке, и в видео, и в фото они неплохо себя чувствуют. Ну, вот в бытовом сегменте они делают какую-то фуфло откровенную, какую-то херню, которую покупать я бы лично не стал. Вот честно. А сказать вам, что люди, покупайте, потому что это Sony, ну, я не могу, потому что это будет тупо нечестно по отношению к самому же себе. Я не могу говорить, что это хорошо, если это действительно нехорошо. Вот такие пироги. Не знаю, пошлет ли мне еще что-нибудь компанию Sony посмотреть, но, тем не менее, мне прислали, я свой вердикт вынес. А дальше, ну, попробуйте, сходите в магазинах, послушайте, может быть, у вас будет мнение отлично от моего, я с удовольствием с вами его обсужу. Вот такие пироги. Все, на сегодня все, я прощаюсь с вами, но ненадолго, ибо скоро будут новые обзоры. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok